Ну а сейчас, внимание, тест для второго, моего любимого средства для ванны. Это гель райские острова из серии путешествия к солнцу. Это на самом деле, вот для меня, это райское наслаждение, это упоение запахами франжипани, манго, сладкий, приятный, замечательный аромат. И вот как жаль, что твердого мыла именно к этому гелю нет. Но это такой же гель пена для душа. И попробуем сейчас посмотреть. Я не стала наливать сильно много воды. Она точно такая же прохладная, но может быть, не знаю, там градусов 27-28, потому что как только чуть теплее парить начинает и объектив запотевает. Включаем воду. Предлагают нам налить 2-3 колпачка средства. Сейчас мы это и сделаем. Поднести под струю воды. Вспелить. Насколько видно, это, не знаю, объектив не туда немножко смотрит. Но вот 3 колпачка я налила. Вспениваю, включаю воду посильнее. Единственное, что меня слышно, наверное, не будет за булом воду. Колпачок у меня убежал. Сейчас закроем. Ну и вот что получается. Какая пена получится здесь. Запах чудный. Знаете, даже здесь вот ничего уже добавлять не нужно. Если хотите получить наслаждение от вполне такого натурального запаха солнца, моря, прекрасных фруктов, цветущих кустов. Пронжи-пани это чудесное дерево. Здесь вот изображены цветы красного цвета. На самом деле у них огромное количество цветов. И практически белый. Белый с желтой серединкой. И как бы сильнее выраженный желтый. И не такой красный, а бело-красный. Перепутанный такой цвет, очень красивый. Вот это оно самое. Отдельно у меня есть масло франжи-пани. Запах примерно такой же. То есть аромат, но чудный. Как бы, наверное, сравнила с ароматом. Ну, аромат, наверное, с видом. Невозможно сравнить чего-то. Но ассоциация у меня, знаете, расти птицы с таким воздушным, легким, ярким. И в то же время каким-то очень прозрачным, нежным оперением. Вот это вот примерно то же самое. Посмотрите, насколько больше пена. Я больше, чем лаванды, не наливала средства. Потому что там была полная ладошка. И вот эта пена будет более устойчива. То есть если вы захотите полежать в ванне, ну, не знаю, какое количество времени. Обычно я дольше 5-7 минут не выдерживаю. Пена не разрушается. Она так и остается приятная такая, бархатистая. То есть, ну, замечательно. То есть, если говорить о том, что использовать вот это средство для ванны, для образования пены, я использую именно его. Ну, а всем приятного принятия водных процедур. Сейчас еще вот так вот попытаюсь показать. Ну, вот на самом деле прям хлопья, хлопья пены. Причем она вот уходит и сюда. Вот она такая объемная, густая. Вода вот там где-то, где-то в глубине. А здесь вот на эти сугробы, на пенные холмы вы можете обратить внимание, посмотреть. Ну, спасибо за внимание. В видео о своих ванных, ванных процедурах я еще раз обращусь к этому средству.